всем привет мои дорогие пользователи подписчики моего канала с вами товар из поднебесной с ними я руслан александров я заказал очень интересный телефон redmi note 7 в двух цветах это у нас красивый градиентный синий цвет идет еще розовый до этого я заказывал redmi 7 еще не успел на него выпустить обзор я вкратце сейчас расскажу чем это телефон хорош и чем хорош также наш любимый redmi 7 который стоит на 25 30 долларов дешевле стоит ли переправку переплачивать за версию not больше денег мы знаем что тут у нас стоит чуть чуть сильнее процессор snapdragon именно 636 если не ошибаюсь а 660 а там вроде бы 636 но здесь не просто 660 стоит это разогнанный 660 то есть он лучше чем кирин 710 который ставится холлой 10 white вроде бы если я не ошибаюсь но опять же он то туда если верить antutu он разогнанный я его уже включал вот асфальт никак не могу записать он разогнанный в играх естественно snapdragon будет лучше но там где-то может случаться трой тротлинг и все такое мы же понимаем да все вообще это только на тестах antutu все красиво выглядит а на самом деле про тротлинг нам никто в жизни не скажет что касается дисплеем на этом телефоне это здесь gorilla glass 5 поколением очень хорошее стекло которое xiaomi очень сильно им хвалятся как именно хвалятся но арбузы им разбивают показывает равна экране типа так на каналах youtube но от этого этому экрана современным смартфоном с таким экраном ничего не будет а вот если вы его положите в карман вас там будет какой-то грязь песочек или ключи вот тогда уже совсем другое дело поэтому ничего удивительного нет что вы его ножичком просто так поцарапаете что касается внешнего вида ну ребята знаете это тот случай когда телефон когда телефон бюджетный за 150 долларов совсем не выглядит на 150 долларов реально этот телефон так ложь его на стол вот на тряпочку вот на стол ложим и ну ладно положим так так уж и быть гуляем и вот реально телефон выглядит во много раз дороже но никто не скажет что это телефон стоит 150 долларов никто да а это телефон стоит дешевле дешевле чем кейс для iphone 10 xs с батареи да но это целый телефон что касается начинки nfc здесь нет да и я не пользуюсь и на все вы тайпи си разъем тайпи си разъем стерео не стерео динамик работает один динамик а другой тут просто микрофон также у нас есть в отличие опять же если сравнивать с нот 7 сравнивать с редми 7 здесь у нас слот для карт памяти и для сим они комбинированы то есть вы сюда в нот все можете поставить или симку или там или карту памяти или две сим а в нот все просто всем да редми 7 чуть-чуть хуже телефон вы можете поставить и симку и вторую симку и карту памяти вот этим они отличаются также здесь стекло стекло он более такой знаете квадратные по виду редми всем он овальный и там очень ужасный пластик также там у них слот для карты памяти он полностью не закрывается то сделаны с дефектом здесь все просто идеально здесь стекло здесь стекло и пластмассовая вставка видим что во много раз лучше стали делать китайцы чем раньше это реально прорыв техники что касается увеличения камеры то видим здесь она очень сильно выпирает телефон может лежать на камере соответственно стеклышко вас может быть поцарапано берегите его и чехол 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 я бы сказал в комплекте идет чехол что он эту проблему может не исправить сейчас посмотрим так как камера у нас очень сильно выпирает в комплекте идет на первое время классно силиконовый чехол я бы его оставил навсегда потому что такую красоту ну такую красоту ребята вы не имеете просто право прятать под каким-то либо чехлом до видим до засунули под чехол и тем не менее по чехлом камера все равно у нас выпирает поэтому камеру вас будут будет здесь очень сильно страдать клавиши громкости клавиши выключения что касается камер модуль на 48 пикселей и ширик то есть что касается микрометров 1 и 6 микрометра это очень хорошая фотография здесь получается судя по характеристикам и цветопередача f1 и 8 то есть весьма весьма неплохо сразу в интернете много вопросов что же такое в этой камере на 48 пикселей самое интересное что процессор snapdragon 660 он не поддерживает 48 пикселей то есть все это программно склеивается и на по факту бывает фотографии на 48 пикселей во много раз получается хуже внимание хуже чем фотографии на меньше мегапикселей да печально но факт что касается стандартного приложения камеры фотографирует она скажем ну так себе качество фотографии вы сможете увидеть на канале не всегда фокусируется видеосъемка тоже без стабилизации оптической то есть все дергается но звук записывают очень красиво что касается фотографии скажем это не самая сильная сторона видим до размытые фотографии то есть нужно постараться чтобы у вас получилось ты делал 1 2 фотографию 3 на 3 фотографии более-менее меня сфокусировалась на помидорчике на 4 уже лучше но тем не менее камера не самая сильная и 48 пикселей это чисто на бумажке по факту могут фотографии получаться хуже есть ночной режим ночной режим здесь принципе неплох можно фотографировать но опять же все делается вот видим ошибка не удалось подключиться камере может быть и такое что касается antutu игровой смартфон пойдут любые игры 146 тысяч выдает 2 2 гигагерца более подробный обзор наверное я вам покажу подробно это без склейки вот такой обзорчик блок кстати стали делать больше я думаю они стали экономить на маленьких запчастях в итоге запчасти в блоке больше потому что 5 вольт 2 ампера так и осталось а блок значительно вот кто следит за силами раньше не были меньше вот кабели как всегда короткие на этом тоже сэкономили что касается моего мнения что лучше брать redmi 7 или redmi note 7 однозначно redmi note 7 качество сборки лучше в руке лежит красивее и вы просто испытываете какое-то знаете невероятное чувство того что вы носите недорогой смартфон но он у вас в руке лежит как дорогой смартфон что касается каплевидной формы знаете во многих смартфонах вы на нее обращать внимание но здесь вот я много раз пытался на не обратить внимание она мне совершенно не мешает так как диагональ экрана 6 и 3 поэтому каплевидная форма мне абсолютно абсолютно не мешает тут есть прикольная штука как я скрывать видим безграничный экран и когда заметьте вы ее скрываете об половой видите как она становится то есть обратите внимание пожалуйста экран становится овальным тут закрывается каплевидная форма и и в отличие от redmi 7 не видно до закрытом состоянии и делать скругленные углы и при этом телефон становится чуть похоже на redmi 7 он становится очень милым телефоном и скоро обратно стандартное значение то есть широкие конечно рамки снизу сверху по бокам но тем не менее каплевидная форма я себя заставляю чтобы ее заметить но если вам не нравится можете ее скрыть и скрывается она очень классно округляет форму сверху снизу и ее вообще не видно экран такой же здоровый как и был но мне очень нравится так как она есть каплевидной формой то есть безумно классно безумно умно придумали ну прям но мне очень очень сильно нравится этот телефон и знаете ну это большое неуважение к изготовлению к изготовителям xiaomi носить его с чехлом реально этот телефон должен носиться без чехла кого интересуют ссылки на это телефон на очень недорого стоит по скидке товар из поднебесной вам сделают хорошую скидочку 5 долларов вы сможете его купить во много раз дешевле чем других и продавцов также у вас будет возможность приобрести my band 4 у меня в украине осталась последняя штука кому надо обращайтесь все ссылки внизу не забывайте про и пэшбэк сервис чтобы покупать его со скидкой и очень хорошо экономить и ждем полный обзор возможно сравнение и розовенький цвет синенький ну прям ну прям вообще знаете ну зашел зашел что касается разблокировки лица я думаю здесь слов не надо силами всегда в этом были мастера молодец конечно говорят по фотографии можно разблокировать но тем не менее samsung намного раз хуже эту опцию себе реализовал так что все не обижайтесь если кого-то не упомянул заходите по ссылочкам подписывайтесь на канал колокольчики ставьте и с вами были товары из поднебесной спасибо за этот быстрый просмотр это крутой телефон просто бомба хочу себе оставить но не могу всем спасибо здоровичка папа а да не обижайте близких